У села Вертикос Каргасокского района появилась своя святыня, храм Георгия Победоносца. Несколько поколений жителей ждали этого с момента основания населенного пункта. В селе Вертикос Каргасокского района появился свой храм. Недавно жизнь здесь закипела с новой силой, ведь в этом регионе компания «Газпром Трансгаз Томск» ведет работу над созданием крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России, «Сила Сибири» в рамках восточной газовой программы. А если есть промышленная площадка, рядом должны быть и все необходимые для жизни социальные объекты. Без храма не обойтись. Мы приходили в клуб, там проходила служба. А это вот наш долгожданный родненький. Очень рады и хотелось, чтобы потянуло всех сюда. Жители Вертикоса к этому дню шли ровно три года. Именно столько строили храм, а появление его здесь ждали почти сто лет, с самого основания села. Площадку для строительства храма выбрали не случайно. В годы Великой Отечественной войны вертикосцы приютили воспитанников детского дома, эвакуированного из блокадного Ленинграда. Разместили ребятишек именно здесь. По соседству с храмом есть еще одно почитаемое вертикосцами место – стела в память о погибших в годы Великой войны. Такое соседство определило и имя храма. Назвали его в честь покровителя всех воинов, великомученика Георгия Победоносца. Церковь построили по просьбе жителей села. Многие из них трудятся на вертикоской промышленной площадке компании «Газпром Трансгастомск». Суровые места здесь. Тяжело трудиться в таких местах. Но, тем не менее, люди хотят верить в святое. Я думаю, что основой этой послужило. Мы поддержали. Она же помощь всесторонняя. Ведь не все дела делаются рублем. Делаются дела и добрым словом. В рамках восточной газовой программы северные районы Томской области непрерывно развиваются на протяжении последних десяти лет. За это время в вертикосе построили новую школу. Стелу павшим воинам и мемориальную доску с именами фронтовиков. Теперь здесь есть и храм. Только с начала этого года компания «Газпром Трансгастомск» направила в Каргасокский район более 5,5 миллионов рублей. На строительство объектов ЖКХ, детских площадок и поддержку творческих коллективов в селах. Елена Нечаева, Иван Патлусов, Вести, Томск.